Нерабочая неделя стала нерабочим месяцем. О продлении режима, на который страна перешла из-за эпидемии, заявил президент Российской Федерации, выступая с обращением гражданам. Теперь меняются и региональные нормативные акты. На Камчатке это распоряжение губернатора о режиме повышенной готовности и самоизоляции. В соответствии с указом президента, который был издан 2 апреля 2020 года, будут внесены изменения в действующее распоряжение губернатора Камчатского края. Сегодня идет выработка таких предложений, для того, чтобы губернатор Камчатского края их рассмотрел и подписал. Но фактически, я так понимаю, будут сведены все эти предложения к расширению перечня определенных мероприятий и продлению срока действия этого распоряжения до 30 апреля 2020 года по всей территории Камчатского края. А вот как нерабочие дни скажутся на образовательном процессе, пока не ясно. Детские сады по-прежнему работают в режиме дежурных групп. Возможно, количество групп увеличится из-за того, что есть необходимость где-то в каких-то отраслях добавить число работающих. Тоже также ждем инструкции. И на сегодня, пока сейчас дети у нас дистанционно в школах не учатся, потому как на сегодня продлены каникулы. Каковы будут подходы? Либо это будет дистанционное обучение, либо это будет просто отмена занятий. Я думаю, мы сегодня к вечеру, когда Москва проснется, будем знать. Но на своем уровне сегодня принято решение. Мы с понедельника готовы приступить к дистанционному обучению. Будут другие установки от Министерства просвещения. Будем оперативно информировать органы управления образованием. Кроме того, с сегодняшнего дня сотрудники Роспотребнадзора встречают все прибывающие в регион рейсы, а не только заграничные. Всего же на Камчатке проведено около тысячи исследований на коронавирус. На территории Камчатского края сегодня больных коронавирусной инфекцией нет. Есть люди под подозрением. Сегодня таких три человека. Направлены анализы для получения окончательного результата в город Новосибирск. Люди эти сегодня изолированы, находятся в медицинских учреждениях. По результатам, которые мы получим от соответствующего института в городе Новосибирске, информация дальше будет доведена и будут приняты соответствующие меры. Кроме того, сегодня те люди, которые контактировали с этими людьми, уже помещены на карантин. В случае неподтверждения люди будут займутся обычным режимом жизни, работы и будут с карантина отпущены. До момента поступления таких анализов люди будут находиться на карантине. С понедельника по телефону горячей линии 112 можно будет получить информацию о работе волонтеров, готовых помогать тем, кто находится в режиме карантина. Вынести мусор, привезти продукты. Кроме того, подготовлен пакет мер по поддержке малого и среднего предпринимательства. Он затрагивает около 40 видов деятельности. Александра Галдина, Алексей Кузьмин, Дмитрий Былков, информационное агентство «Камчатка». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...